Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Итак, я хочу предложить всем присутствующим здесь поиграть небольшой конкурс, который называется Перевертыши. Что это такое? Это значит слово «любое», которое я скажу, надо догадаться о обратном смысле, как Антонио. Ну, это может быть простонародное и так далее, да? Поскольку наша именинница, учитель русского языка и литературы, она должна, конечно, всех тут переиграть, но у нас есть тоже возможность ставить свое слово. То есть я сейчас буду говорить какую-то фразу, эта фраза будет название книг, первое, а второе – пословица-поговорки. Значит, каждое слово нужно переначать обратно, каждое слово, и сказать основную версию, настоящую, да, потому что я буду говорить обратно. Ну, по всей вероятности, Ирина Михайловна у нас должна все-все узнать, да? Ну, может кто-то чего-то... Может мне молчать, да, Ген? Поручик жесткий, молчать! Нет, нет, молчать, нет. Давайте попробуем посоревноваться, потому что она вот одна, а вас тут три. А, я против всех, что ли? Ну, да. Вот. В принципе, Влад, ты тоже можешь говорить. Мне подсказывает. Голос за кадром. А что ты подсказываешь? Надо просто говорить. Итак, начинаем. Перевертыши, названия, книг. Книги все известные, поэтому я вот тут специально... У меня вот 19, я только выбрал те, которые наиболее известны. Значит, ваша задача – перевернуть каждое слово и сказать правильное название. Итак, первое. Я буду специально тихо говорить. Ну, в смысле, медленно. Потому что я скажу быстро, труднее будет. Если будет она все время выиграть, я, конечно, может и побыстрее, да? Итак, первое. Мышка в босоножках. Кот в сапогах. Современно. Хорошо. Ну, Влад тут, понимаете, прямой ученик с этой точки зрения. Так что, я так думаю, есть конкурент у нас такой особый. Значит, следующий. Прибитые штили. Унесенные ветром. Ага. Влад, молодец. Уже 2-1 пошло. Вы свои эти запоминаете? Ладно, очки. Я бы так, конечно, мог бы что-то раздавать на нас. Виноград. Ничего, да. А, точно. Второе, значит. Счастье от глупости. Горе туман. Ага. 2-2. Так. Солнечный принц. Немножко сложновато. Не совсем противоположное. Снежная королева. О! 3-2. Давай похлопаем. Я думаю, лунные нищие, что ли. Ученик так превосходит, учитель иногда. Так. Девочка с ладошку. Мальчик с пальчиком. Мама тоже сказала, да? Да, мы вот всем вместе сказали. А почему девочка с ладошкой? Сережа сказал, мальчик с пальчиком. Девочка противоположная, это мальчик. А, ну понятно. Сережа, я не слышал. Мама, я слышал. Я слышал. Папец, Сереж, не обижайся. Давай, не обижайся. Давай, не обижайся. Мальчик с пальчиком. Мальчик с пальчиком. Мальчик с пальчиком. Так, получается, 3-3-1, да? Да. Угу. Так. Матери и родители. Отцы, дети. Ага. Все хором вместе сказали, отцы, дети. Начала. Сразу отцы перевела, и все. 4, 3, 1, ну вам по одному так. Так, прекрасный лебедь. Гадкий утенок. Четыре. Прекрасный лебедь. Гадкий утенок. У нас два фаворита, так сказать. Так, перевертыши, пословицы и поговорок. То есть я тут, в принципе, оставил. Ну, сначала давайте пословицы, поговорки. Чужие ботинки, дальше от ног. Свою рубашку прижател. Yes. Ну, хлопайте, что вы не хлопайте. 5 на 4. На милиционере валенки мокут. На лошадь шапка гореть. Блин, а? Так, нет. Что-то оказали? Ну, ладно, 6-4. Ниже пяток не опустишься. Вышла, а не прыгнешь. Ага, двоем. У тебя два, у меня семь. Курица, кабану, подружка. Гуси. Не товарищ. Он, 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 он. Так, у тебя 4, 7, 2, 1, 1. Так. Ага. Это курица, кабану была, да? Угу. Трезвеннику с уши до подбородка. Пьяном море колено. А, пьяном море. А, пьяном море. А, пьяном море колено. Нет, он первое слово сказал раньше. А, ну да, пьяном море колено. Я могу им, конечно, три. Да, 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 ну мне прям в ухо говорит. Ну, у тебя 5, у тебя 7. У тебя 4 или 3? 4. 4? Ну, по одному-то. Так. Ага, ага. Трезвенько, да, было? Ложь уши ласкает. Правда, глаза кольца. Ес, восьмая. Собак не страшится по городу гулять. Волков боятся. Лез не ходить. Лад. 5-8, да? Лад, я уже первый сказал. Понял. У меня шесть уже. Шесть? Шесть. Тут ты два раза пять назвал. Да? Ну ладно. Шесть-семь? Угу. Ну ладно, так и быть. Сейчас вот я дам, как бы, которые, ну, неявные такие, да? Вот замухли. Так, двое у вас. Двое вышли в финал. Как это называется? Плей-офф. Плей-офф. Так, значит, давайте. Сколько? Шесть-семь, да? Шесть-семь. Ну давайте, значит, я в первом возьму подряд три. И в другом три. Вот только для вас двоих. А вы для себя. Поехали. Значит, название книг. Такие неявные. Так, синяя бейсболка. Красный шапочек. Так, ес. Сколько стола? Семь-семь. Семь-семь. Плей-офф. Квадратик. Колобок. А я думаю, а дальше-то что? Квадратик. Хорошо. Континент нищеты. Вот всякое вещь. Так, восемь-восемь. Значит, поговорки-пословицы. Три. Про мою работу. Давай, три. Вот прямо сверху, которые идут. Так. Счастье перемешается кучами. Беда приходит. Похлопается. Трудно, конечно. Так, плюс один, да? Там было поровну, да? Девять-восемь сейчас. Ну неважно сейчас. Плюс один. Плюс один. Сейчас можно принять последнее. Вау, интересно так. Включай, вижу. Вот и я. В тому и показываю. Так, смотрите. Уйти от новой стиральной машины. Прийти к старой... К старому корыту. К старому корыту, да. Вернуться к старому корыту. Книжки, поговорки или что? Это пословица-поговорка. Разбитого корыта. Оказаться у разбитого корыта. Ну. Вместе. Аплодисменты. Ну, вместе. Так это. Ну, как говорится, с минимальным преимуществом, да? Ну, так должно быть учитель. Тоже бы он впереди. Так и должно, потому что у меня день рождения. Да, и плюс день рождения. Давайте похлопаем. Молодец. Молодец. Влад, молодец. Да. Буквально одну эту... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok